добрый день уважаемые зрители гости моего канала для следующей диорамы мне потребуется большое раскидистое дерево было бы проще вы сделать целиком из проволоки но к сожалению проволоки у меня мало но у меня есть ветки поролон и белый акриловый герметик вот все это соединив в одно целое я и попытаюсь сделать такое дерево и так вот столько проволоки у меня есть а также веточки предварительно надо подобрать ветку который подойдет к моему дереву я думаю что вот эта веточка именно то что мне нужно теперь я заточу эту ветку и посмотрю насколько она будет входить в диораму то есть мне нужно определиться откуда у этого дерева будут расти ноги у ху ху корни отмечу это положение на стволе дерева и сделаю из проволоки корни и несколько веток внизу и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Итак, корни и ветки на стволе дерева готовы. Теперь с помощью тесьмы и клея «Секунда» просто зафиксирую корни и ветки на стволе дерева. Вместо тесьмы можно использовать любую нарезанную на полоски ткань. Теперь весь ствол и ветки будущего дерева покрую белым акриловым герметиком. А в дальнейшем с помощью акриловых красок придам ему имитацию структуры коры. Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Ствол дерева уже покрашенный, высох. Теперь с помощью обыкновенной губки я сделаю основу для будущей листвы моего дерева. На эту основу в дальнейшем и будет клеиться моя листва, сделанная также из крашеного поролона. Таким методом я сокращаю расход крашеного поролона в 2, а то и в 3 раза. Как сделать имитацию листвы, я думаю, знают все. Но если кому-то будет интересно, оставьте комментарий внизу под видео. И если данное видео наберет хотя бы 50 лайков, я сниму отдельный ролик, как сделать имитацию листвы на деревьях для диорамы. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! А теперь коротко о главном. Для того, чтобы крашеный поролон хорошо приклеивался к подложке из того же поролона, нужно подложку перед этим предварительно обработать либо одним слоем клея ПВА и подождать пока он высохнет, либо клеем для потолочной плитки. Для того, чтобы клей ПВА не впитывался в саму подложку, а иначе у вас крашеный поролон будет постоянно отваливаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Теперь для большей правдоподобности посыплю все дерево крашеными опилками и в дальнейшем с помощью аэрографа для спиртовых фломастеров уже подкрашу все дерево. Ну вот дерево для моей диорамы готово. Осталось дело за малым сделать саму диораму. Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!